приветствую любители москвы вы смотрите передачу реновация и новостройки москвы сегодня посмотрим какие изменения конкретно на реновацию проходит вот между вот этим кроштадским бульваром вот там улица лавочкина ну и онежская улица которая там впереди вообще основные события здесь происходят по реновации в головинском районе это головинский район именно как раз вот между этими тремя улицами то есть улица лавочкина кроштадским бульваром и онежской улице но уже довольно таки давно ну и наверное самое такое главное событие которое прошло совсем недавно здесь прям вот построили новый дом как вы вот вы он как раз перед нами по реновации улица лавочкина 2 такой нему дали адрес но это дома по кронштадтскому бульвару а вот здесь примут буквально во дворе точечно построили вот этот вот двадцати пятиэтажный дом на 120 квартир ну такое вроде небольшое количество давно объясняется с тем что он просто дом такой вот виде башни сделал то есть он не длинный просто в общем-то уходит ввысь фактически да вот но все равно как ни крути около 120 квартир ну и пока он в общем то еще не заселяется то есть его только еще недавно ну буквально только только построили еще приняв эксплуатацию ведь тут еще забор пока сохранился там как часть бытовок ну в общем только-только то есть возможно там даже еще идут какие-то ну еще притирочные притирки какие-то да то есть пока еще идет подготовка к заселению ну соответственно дом пока не заселяется вот кстати здесь раньше был так называемый народный парк который с помпой открывали в 2013 году на самом деле конечно парк ну вернее никакой не парк конечно просто сквер это существовали еще советских времен а если быть просто просто жители вот этих вот домов пятиэтажных они тут посадили деревья вот когда они сюда приехали то эти дома были построены в 60-е годы они вот между домами сажали деревья во дворах и между домами тут был такое пространство вот большой все таки довольно таки открытое и вот они разросли значит да и вот люди там гуляли ну а в тринадцатом году какая-то такая вот идея была помните даст и ну тринадцатом и попозже там еще сейчас вроде как-то народные парки вроде куда-то ушли в небытие четко перестал слышать об этих названиях дурацких народные парки вот ну во первых они не парк это скверы да потом если раз не народные парки ну вроде как народ создал да сами посадили деревья но все равно ведь согласие государства в любом случае ну короче говоря открыли тут как бы народный парк на тринадцатом году но и вот видите совсем недавно его довольно сильно урезали за счет этого дома потому что дом построен конкретно на месте вырубленных деревьев вот этого сквера который здесь находился вот ну и это самый натуральный пример точечной застройки самый натуральный пример но сейчас это уже как не называется но по сути это точная застройка то есть просто построили среди вот имеющихся домов да вот этих вот пятиэтажных взяли и построили вот эту вот здоровенную башню и точно также точно так сказать на территории еще других скверов построили из вернее еще пока не построили настроит еще три дома тоже по улице лавочкина сейчас покажу вот они подальше находятся ну вот еще раз смотрим это лавочкина 2 и так дом построен и готовится к заселению но и судя по всему кандидат на заселение вполне видны вот это как раз жители ближайших вот этих вот пятиэтажек они попали во вторую волну реновации то есть 25 по 28 год вот эти вот пятиэтажки там 45 по кранштадтскому бульвару ну и там по лавочке но как раз в 25 год уже не за горами пока туда-сюда ну и вот наверное будут скоро переселять из этих домов а вот вторая стройка вот вторая стройка точно такую же строит башню как бы ну примерно такую же так бы дом-близнец такой который на лавочке на 2 тоже 25-этажная но правда квартир там чуть побольше около 150 там около 120 а здесь будет около 150 квартир вот еще один дом строится ну как видите он еще пока конечно до сдачи эксплуатацию довольно таки далеко этому дому он еще примерно только наполовину построен ну и то есть еще значит добавить половину вот и кстати его хотят построить во черном году вообще надо сказать что вот все дома которые тут строят на лавочкина вот тут четыре стройки одну но один дом уже построили осталось вот три стройки сейчас показывают это первая стройка сейчас еще две покажу на лавочкина вот и все хотят сдать двадцать чертом году но у меня есть большие сомнения что так и будет прям в этом году все прям дома сдадут но вот по крайней мере планы такие я думаю что скорее всего на двадцать пятый год больше как-то похоже но тоже понятно что дом был построен на месте сквера между домами но видите с другой стороны конечно вот эти новые дома они показывают то что в старой жизни ходят все эти дома будут сноситься и на месте их будут вот такие вот большие дома а здесь строится сразу как видите два дома вот то есть на одном участке строится два дома ну пока они как бы ведь такие странные номера лавочкина 7 это вот который вот первый дом и а вот вот тот который чуть подальше лавочкина 10 ну нумерация конечно видимо будет меняться как пока на несколько я говорю странно потому что рядом стоят два дома и почему-то они во первых имеет разные так сказать номера но это еще ладно может быть это и как говорится хотя больше на корпусами бы они различались но так они вообще номера потом они к тому же четные и нечетные то есть седьмой и десятый как-то странно как это они рядом стоят один будет седьмой другой десятый ну ладно вот и один дом двадцати двухэтажный от которого перед нами как раз а тот который чуть подальше туда там двадцатиэтажный но и оба дома примерно на 300 квартир и тоже эти дома хотят построить в этом году ну тоже как видите огороженная площадка здесь вот стоят дома слева по пятиэтажке уже по улице лавочкина который там как раз и проходит проезжей часть вот за этим пятиэтажками за этими домами все эти дома естественно были построены в 60-е годы в первой половине 60-х годов вот эти вот видите дома по лавочкина это начальный отрезок улица лавочкина наверное здесь начинается от кронштадтского бульвара отходит ну и такая довольно длинная улица дальше дать удовольствие бенка вот но и здесь вот основу как раз сосредоточено большинство пятиэтажек которые все естественно попали как видите они все панельные и конечно же все они попали под снос но вот эти вот они два дома да то есть один и за ним еще второй но вот я видно там был этот заслонил тот второй дом ну вот этот будет 22 этажный а за ним идет 20 этажный тоже вот в этом году хотят все эти дома но тоже определенные сомнения кашева там есть потому что пока дома построен только наполовину но надо еще иметь ввиду что там же еще внутри будет отделка то есть они внутри тысячу по которого вообще не отделана то есть они пока только внешне еще только как бы сказать строится и частично отделан уже да как видно но это частично поэтому тут все каждый долгий вопрос плюс там еще таскать так назовем благоустройство территории и так далее поэтому ну не знаю это надо как-то очень сильно постараться что в этом году ну я естественно речь идет конечно конца года как-то эти дома сдать но это девятиэтажка тоже по лавочкина она в реновацию не попала такие девятиэтажки там за очень редким исключением вот есть там буквально меньше десятка таких вот девятиэтажек плоскостных которые именно таких вот плоскостных которые попали вот под снос в москве вообще во всех районах москвы ну вот это вот еще таскать получается 2 3 2 вторая стройка да ну и 3 вот так сказать площадка да то есть имею ввиду что первую то номер два уже построили ну и вот четвертая последняя стройка вот это вот лавочкина почему-то 4 такую-то адрес но это пока временный адрес и тут ее строительство вот такого вот двухсекционного дома одна секция 19 этажей который вот она видит как бы такая башня а за ней идет 15 этажей то есть 15 и 19 вот такой дом на 100 квартир примерно строится ну и все дома начали строить в общем пергет в одно время около двух лет назад ну вот так выглядит вот это вот здание 15-19 этажный дом вот здесь кстати вот заброшенный детский сад находится на этой территории и я так понимаю что тоже такой кандидат на будущую застройку ну уж не знаю коммерческую ли там реновационную но в любом случае конечно что-то буду строить да ну вот еще раз можно посмотреть вот эту стройку двух домов давайте вот эта площадка с другой стороны просто зашел вот здесь виден как раз вот этот второй дом который заслонил вот тот который 7 это 10 как бы ну пока так что в общем вот видите три стройки сразу прям рядышком на улице лавочкина на месте скверов ну и соответственно один дом уже построен 4 это который лавочкин а теперь мы посмотрим два дома которые выселены как видите огорожены это уже по кроштадскому бульвару дома 49 и 51 но соответственно вот этот дом 49 а за ним идет 51 дом видите дома все уже выселены это два дома которые были построить два панельных дома панельные пятиэтажки которые были построены в 1665 году ну типичные хрущевки которые по сути дела здесь застроен в общем то весь этот квартал ну или не весь но во всяком случае значительная часть этого квартала как раз вот между улице лавочкина онежской флотской и красавский бульвар вот эти два дома их выселяли в прошлом году то есть фактически полгода выселяли и выселили в итоге где-то ближе концу лета прошлого года ну и после этого всю территорию пространство между этими двумя домами огородили естественно все это будет сноситься понятно что деревья там будут видите внутри вырубаться между ними там был хороший такой зеленый двор но и понятное дело что наверняка вы прекрасно поняли догадались да не трудно кстати догадаться что здесь конечно же будет очередная стройка реновационная то месте вот снесенных когда эти дома снесут на месте седом домов естественно будет новая очередная стройка вот но пока не просто вот копить уже на фактически все выпотрошены от 53 домом пока еще же полностью жилой то есть там не идет никакого вообще не переселение ничего то есть его пока сносить не планируют ну все дома не снесешь поэтому как говорится за раз да поэтому естественно что все идет постепенно вот эти два дома 49 51 по кроштатскому бульвар все и готовят уже сносить и тут планируется новая стройка ну и последнее что хотел бы пока да это вот дом кстати вот 55 а по кроштатскому бульвару который был построен 2021 году вот один из первых домов по реновации в этом районе у первые были на флотской дома нет 1 был на авангардный первый дом реновационных головинского районе был на авангардный а потом уже на флотской ну а дальше уже там пошло еще вот этот дом еще значит по кроштатскому 55 она такая что он уже заселён но в том числе когда жить не вот этих вот пятиэтажку и же пересели как раз вот в этот дом вот вот в этот но рядышком стоит да вот ну и последнее что покажу это соответственно такую большую строй площадку на месте двух снесенных домов уже по онежской улице сейчас продвигаясь к онежской то есть я иду от кроштатского бульвара таски через уль дома по улице лавочкина внутри квартала сейчас снова приблизился кроштатскому ну а теперь идут от кроштатского уже на онежской улицу и вот там вот видите видны два дома страшных таких таких практически черных вот по онежской улице вот которые были построены в 1 2022 2 2023 году реновационные два дома как бы таки спаренные 131 корпус 1 2 35 корпус 6 такие у них такие адреса довольно заковыристые вот вот они видите там где башни более чем на 300 квартир оба дома ну я так понимаю что они уже в значительной степени заселены ну вот еще раз попрощаемся с этими двумя домами пятиэтажными по кроштатскому бульвару 49 и 51 и вот здесь мы видим большую такую стройплощадку на которой строится соответственно еще дом вот по это и он имеет адрес онежской улице 33 и по этот стройплощадка она возникла на месте двух снесенных пятиэтажек под номерами тридцать один и тридцать три по онежской улице она была такая длинная пятиэтажка 2 обычно вот и вот эти пятиэтажки снесли в прошлом году и соответственно вот на месте вот эти двух пятиэтажек возникла вот такая большая стройплощадка где значит началось уже как видите строительство большого реновационного дома пятисекционного аж более чем на 500 квартир ну сами видите какое пространство большое вот так что в несколько раз сесть опять же уплотнения обращая внимание да то есть сколько-то было две пятиэтажки когда стояли сколько там народу проживал допустим 150 человек да ну в двух пятиэтажка я имею ввиду и значит будет дом больше на 500 на 500 квартир но опять же превышение где-то первые раза плотности вот и вот здесь будет строиться такой дом значит одна секция 11 этажей другая 13 3 16 4 19 и 5 21 этаж то есть от 11 до 21 этажа вот причем там как-то будет стоять один дом три секции будут идти вот один друг за другом а за ним будет еще 2 дом стоять там уже значит будут секции 19 и 21 то есть как бы два дома будет один . там всего 5 секций а при этом два дома то есть один из трех секций 2 ну как то так Ну и вот я представляю, как мучаются тоже люди, которые живут в этих вот реновационных домах, недавно построенных. Только они, как говорится, въехали, вроде, ну все, вздохнули, типа того, что получили новые квартиры, там все, теперь поживем в новых домах. А тут перед ними раз и стройку открыли новую, опять стройплощадка очередная, вот теперь день и ночь будет шуметь. Ну и хотят построить этот дом в 25-м году, ну так себе, не знаю, не знаю, не знаю, если уж в 25-м, ну нет, ну в этом году это, в этом речь не идет. Но если в 25-м году, то это надо сильно постараться, чтобы такой вот здоровенный дом построить, больше чем на 500 квартир. Ну в общем здесь, как видите, все в снегу, все площадки занесены, там что-то чуть-чуть расчищается, но плохо. Ну тут и так-то двора почти нет, ну как почти у всех реновационных домов. Ну вернее он есть, но он как бы есть, видите, двор там как бы есть, но он такой, конечно, во-первых, совершенно беззельный, как видите, а во-вторых, ну площадочка очень маленькая. Вот раньше как бы, да, пятиэтажные дома и какой был двор богатый, да, зеленый, большой. А сейчас смотрите, дома огромные, в несколько раз больше, чем пятиэтажки, а дворы маленькие. То есть сколько народа живет, раньше народу намного меньше было, а дворы большие. А сейчас, я вырос в таких дворах, а соответственно сейчас наоборот. И зато такая вот огромная стройплощадка. Ну а потом вырастут очередные дома, где тоже будут такие вот маленькие дворики. И как видите, кстати, обратите внимание, что в этих дворах, вот я сколько вот прохожу, практически никто не играет и никто физкультурой не занимается. То есть они практически вот эти площадки, они, в общем-то, не востребуют, ну мало востребуют, вот так я скажу. Не то, что прямо уж совсем не востребуют, но они мало востребуют. А здесь еще, кстати, пароход перекрыли. Вот, то есть раньше вот можно было спокойно пройти туда на проезжую часть, как Онежская улица. А сейчас, ну видите, взяли и забор поставили. И вот пришлось не обходить вот этот весь дом, пятиэтажный, кирпичный, который вот рядом стоит. Онежская, 35. Вот, видите, как все, не пройдешь. Так что в том, что там коммуникации прокладывают, поэтому там все тоже связано с этой, со строительством. Там сначала-то коммуникации, фундамент все делается, уж потом только все строится дома. Ну вот она, Онежская улица, проезжая часть и вот такая вот площадка с другой стороны, скажем так. Я зашел, вот такая вот площадка. Вот такие дела. Такие новости по реновации с Головинским районом. И до новых встреч.